Те, кто в сети, можно на каком языке будет доклад? Можно по-русски? По-русски. Слайд я готов? Нет, я готов. Там видно в сети. А, сейчас, да, можно. Нет, не вижу. Я просто согласился выступить профессор Сусуна-Тайна из университета Галатасарая и рассказать про монодромию гипергеоэлектрических функций Гельфанда Капрана-Вазелевицкого и гомологическую зеркальную семью. Да, кстати, большой. А, вот так, да? Нет, нет, другую. Наоборот, вверх. Вверх. А, вот так. Значит, начнем с того, что, ну, как бы здесь, коротко о чем пойдет речь. Значит, значит, в общем-то, есть такая, что мандулмия, ну, вы, наверное, вы как это слушали, или же, в чате, там, королевщица, там, поклонницкий, да? А здесь, как бы, в этом докладе я предлагаю рассматривать площадь такой же, типа аналогов, королевщица, я смочил колобьяк, но вроде колобьяк, с помощью анонсистического прогружения. То есть, мы не тикла работали, а именно интегралы, которые берутся вот под тиклом, которые, в общем-то, становятся аналитические функции, какой-то урок, потом потеряются, да? Вот, и мы, например, возможно, например, проследить за интегральшимся поведением, вот, 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 и это имеется такое применение, да? Вот, значит, ну, просто напомню, что, какова была постановка, которая привозена к Анцевичам, и натяну с того, чтобы напомнить, каким образом мандулмия вытирялась конкретно. То есть, я в этих процессах учу, гербертифункции каоса, дифференциумного уровня второго порядка, вот, и дальше, значит, то есть, ну, вы говорите, коробьяк определяется, как, где зонулируется вот, вот, полином, полином, полиномораном, соответственно, вот, в общем-то, награника Ньютона используем для того, чтобы описывать формулогию вот этого типа. То есть, это, как вот, так вот, турецкая геометрия здесь. Здесь тоже, да, дальше, вот, кольцо станы Райснера, которое, вот, вот, к этому случаю, соответствует вот такому луге вот этого колобья. Вот, и с помощью этого тут начинается вот такой, как бы, переход от, там, альвесской геометрии к канализу. А можно будет, это самое, правильно я понимаю, что 1, 2, 3 – это мотивировка, а в 4 мы получим просто некоторую конкретную гипергеометическую функцию, а потом про ее происхождение мы можем забыть и просто изучать ее аналитическое продолжение. Нет, на самом деле, 4 тоже, нет, 3, 4, 5, на самом деле, они все важны. Там Горенштейн, Комс, так далее, вот такой вот, то есть, это постановка. А тут вот это напомняем, тут напомняем, как лучше, вот, и, значит, напомняем, что, значит, что такое коммунифизированная симметрия, это не всякого колобья, и Y существует, король X такой, что производная категория в К, это такой исчезающий цикл, да, вот, или коррентопучки, это симплифтическая геометрия и комплексная геометрия. Между ними существует именно эквивалентность. Вот, то есть, это, если мы знаем вот это, ну, как бы, то, чем так же ведут все, и сейчас эти циклы, так же, как вот это пучки. Вот удивительно. То есть, это, как бы, если это верно, ну, это, типа, вот, большая-большая гипотеза, и, в общем-то, отсюда вытекает, что автоморфизм, да, который естественным образом определяется на этой производной категории в К или в производной категории какой-нибудь пучков, они должны быть тоже эквивалентны, изоморфизм. Вот. То есть, прямо вот это, вот интуруно, это некоторое приближение, что ли, вот к этому. И вот эта, речь пойдет в большей степени вот это. То есть, это не полная зеркальная симметрия? Да, да, да. Полная зеркальная симметрия – это категория-категория-категория соответствий, поэтому, как это категория Фукаева, все вот это соотношение интеллигерное соотношение должно быть реакцией, так далее, так далее. Это такое, достаточно трудная задача. И, в частных случаях, исследуется. Вот. Тут у меня как бы постановка такая, что я беру вот некоторые вот классы канавья, которые вообще-то не унивают какая разменность, только вот эти туристические данные. и это означает, что… Ну и вот в частности… Это еще частные случаи. Вот это. Сравнивать. Вот это. Автомобиль с этим на эквивалентность на производственной категории-категории-категории. И вот это… Ну да, вот. А… И соответственно, да? Коммертики. То есть, в игреке мы берем группу гомологий, да? Группу гомологий, да. И берем ее кольцо автоморфизмов или группу автоморфизмов? Двух. Группа автоморфизмов, да. Группа автоморфизмов, группу гомологий. И это более или менее описывается исчезающими циклами. Да, да, да. Исчезающие циклы. Исчезающие циклы. Исчезающие циклы. Мы с Ведимитой с Исчезающими циклами. Вот. Вот тогда вот исчезающие циклы, как все ведут, это же дурни, да? Ну, классически это покоревшица. Но тут, как бы, значит, Куанцевиц придерживаю такую гипотезу в 1998 году. Ну, довольно такой очень частный случай. Вот. Должно быть такое описание Мундуруми именно вот Y. Исчезающие циклы. Исчезающие циклы, циклы Y при помощи, при помощи класса Тодда, характеристик класса X. Такое удивительное. Ну, в общем-то, тут, да? Значит, если вот языками, сегодня я в конце буду показывать, какие случаи вот это действительно имеет место. Вот. Некоторые X, Y, да? Вот. На языке не самого, а самая цикла, а вот этот интегровый перевод, который взятый. То есть, Мундурумия переводные интегроводы, они все ведут так же, как исчезающие циклы. Поэтому, как бы, вместо того, чтобы изучать аналитические умудруми, я вот изучаю интегровые периоды как аналитические продолжения. Вот. Такое вот. Сейчас. А аналитические, у нас здесь есть параметры S, 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 да. Которые пробегают, дополняют к дискриминанту. Да. Дополняют к дискриминанту, да, пробегают. А аналитическое продолжение по нему на дискриминант или что? Дополняют к дискриминанту. Вокруг обход, обход дискриминанта, самое главное такое. Ну, если какой-то компонент есть, ну, самый главный такой один компонент какой-то есть, вокруг которого обходят, то тогда вот такое, как бы, отражение должно быть. Потому что вы видите тут, ну, ладно, это как сейчас. Вот. И там, конечно, тот Казахтуда, это как бы, там появлялся в школе Еремаро Путюриде Гуруха. Вот. Так что. Я в другой стороне. Ага. Ну, ладно, это такая общая. Ну, начну с того, чтобы вспомнить, что такое было. А, каким образом я вычиняю? Я хочу сказать студентам, что все, что было до этого момента, можно, если пропустить, а вот сейчас только смотрите. Да, пропустить. Да, пропустить. Вот, значит, сейчас идет определение некоторого степенного ряда от одной комплексной переменной s с тремя комплексными параметрами альфа, бета, гамма. Правильно. Которая называется гипергеометрическая функция Гаусса. И вот, собственно, про него вот сейчас будут некоторые свойства. Да, да, да. Тут уже никаких нет ни гомологий, ни категорий, ни многообразий, а просто функция одной переменной. Угу. Так вы видите, что, значит, если бета, гамма, а это не рациональная цифра, ну, давайте берем рациональную цифру. То есть это, можно считать, это какой-то там интеграл по какому-то циклу. Ну, на самом деле, x единица, там они ветвятся, и вот вокруг него как-то можно обойти так, чтобы построить вот эту цифру. на самом деле, тут видно. Ну, я... Еще раз, интеграл от нуля до единицы, что означает? Ну, по вещественности или... По вещественности, да, да. По вещественности. На самом деле, вот это, есть такой вот стикл по гаммеру. То есть это, это завет реакция, поэтому... Значит, у нас на проективной прямой есть 4 выделенные точки. Ага. 0, 1 бесконечности, точка единица на s. Да. Угу. Вот. И еще вот так обойду. Вот. На самом деле, 0,1, интегрирование 0,1, это, как бы, такой вот цикл, да, вот который, в общем-то, они на самом деле заныкаются. То есть это, если обходим, но вы видите, что, вот, обходим, вот, вопреки этой степени, какой? 2πi. Вот это. Значит, под интегралом от нуля до единицы поливается интеграл по этому контуру. Да. По этому контуру и делить на соответствующий вот вот такой стенд, который умножается, да? Вся эта картинка лежит в плоскости комплектной переменной S. Да, да, да. Cs. Cs и x0 это сколько? В степени? 2… Ух… Однажды? Cs это x1. Да, x. Да, x это где-то еще в другом месте. Ну да. 1s. 1s. Если 1s как-то совпадает, ну как-то приближается, вот, 1s как-то 0, то тогда вот это, они так, становятся миллиардом, да? Способность возникает. И, соответственно, нужно, как раз у нас замечательно, да, примечательного другого. То есть есть… Вот. И эта функция является решением уравнения второго порядка кондиционного. Да. Да. Второго порядка. Второго порядка, тоже имеющего особенности в точках 0, 1s. Да. 0, 1, единица на s. Да, да, да. Сейчас мне кажется, что я все описываю. То есть это… С другой стороны, это вы можете считать, как… Ну… Этот цикл где лечит? На какой? Лечит на такой кривой. Суперектистический. А к n почему он новый? Н любой. Н любой. На самом деле, m1 на n равняется β1 минус 1, так далее. Вот такой, да? Так что вот эти показатели… Эти показатели n, m1, m2, m3 выражаются через альфа, b2. Ну да, да. Альфа, β, гамма. Да, да. И так. Хорошо. Значит, тут начинается что-то… Менее знакомые вам, наверное, да? Вот. Вы видели вот это… Как бы… Такой ряд. Да? Был гамма ряд. Ну, это можно проинтерпретировать, как суммирование вычетов, которые берутся в положительных сертистных точках. Гамма-функций нет. Гамма-функций нет. Гамма-функций нет. Значит, вычет первого порядка на 30 сертистных точках. Да? Да. Если вы берете вот это… Все это… Ну, как бы… Поставить на место… Только вот это… Так, чтобы… С… С… Это… С… Это… С… Минус… И бесконечность… С… Плюс… И бесконечность… Да, да. Ну, хорошо. Значит… С… 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 Немножко… С… Вот это… Там есть… Немножко… Первого… А другого… Как бы… Гамма-функций… А другого… Гамма-функций… Как бы… А… А… Ш… И так далее… Если это положительное вещество положительное, то только полюса этого. Ну ладно, считаем, что этого нет. И так Константин упомянул, что этот ряд, который выражался в виде интеграма по Z. Значит тут важный момент. У нас, конечно, мы получим функции по S. Для того, чтобы получить это выражение, я рассматриваю такой интеграл, который называется Меллин Барнс. С7z и беру все вычеты, то есть суммирую все вычеты. Если мне нужно будет рассматривать S в определении нуля. И вот этот ряд, который, в общем-то, раньше выписано. Ну ладно. В общем-то, это вот рассматривать дифференциальные уровни второго порядка. А U? Сейчас. U – это вот эта функция? А, U – это вот эта рефта. Да-да-да. Это решение, потому что два решения имеются. ТТС – это как раз дифференциальный оператор. Обератор, да-да. ТТС – это ДС. Вот это вот то, что получается, это уравление второго порядка. А сейчас, а если второго порядка, то знаешь, что должно быть гулям в микространстве? Да, гулям в микространстве, да. Такие есть. А там, что это, F, она однозначная, что ли, или как она? Что ли однозначна? Нет. Оно ветвится, да, эта функция? Ну это же может быть ветвится. Ветвится, да. Единица бесконечна, она не двигается, когда не становятся туда, тогда бесконечна, когда это представление не происходит. Да, я нарисовал вот это. Там два типа полюсов. Вот это учисленные полюса, а тут минус альфа, дальше минус альфа минус один, минус бета минус один и так далее. То есть это направление разное, этих полюсов. И поэтому если мы получим одно выражение, один ряд, если соберем вот это, суммируем эти четыре, тогда вот мы получим ряд, который используется с нуля. А если мы берем это, то с на бесконечность, потому что единица на с. Как бы ряд, единственное, я сейчас, значит, дам. Немножко сложно. Сейчас, значит, два, два, а, да, значит, первое решение, значит, этого дифференциального уровня имеется два, два решения, да? Который соответствует, на самом деле, ну единица и вот на уровне коммунда можно рассматривать вот это или это. Вот первый, который был мощный в нуле. Другой – это функция, которая имеет много времени в нуле. Значит, в нуле первое решение Y1 ведется голоморфно просто, а второй имеет монограммию типа S в степени минус габа. Да, 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 в нуле, да, в нуле. В нуле, да. А дальше, если продолжаем, продолжаем вот… Ну ладно, если S в нуле… Ну, сейчас мы уже рисуем эти лица бесконечности, то тогда вот этот норморфно функции здесь будет иметь особенность. То есть это тоже начнет ретеляться. Это, как бы, уже глобальная задача, да? Вот, значит, главная, как бы, идея для изучения глобального уровня – это использовать так называемый переброс контра, интегра контра. Значит, если рассматривать вот эту сумму вычетов… Ну, на самом деле, это вот это. Если вот так, да? Ну, на самом деле, бесконечно, как бы, это экспериментально бывает, поэтому, как бы, это… по магнитически можно издвинуть всю сумму и туда вот. Получаем два разных выражения, одной и той же функции, но в разных областях исходимости. Вот это соответствует ряд, который сходится вокруг нулев, около нулев. А вот это соответствует как бы сумма двух рядов, каждый из которых сходится в английском количестве. И таким образом мы получаем некоторое аналитическое продолжение, то есть это матрица-связь. А тут есть что-нибудь типа… Там бывают формулы, выражающие сдвинутую функцию через… А-а-а-а… Контиьютирует. Как? Контиьютирует. Контиьютирует, да. Есть, да? Есть. Ну, это немножко другая тема. Поскольку это гаммофункции появляется, то гаммофункции всегда вот… Гаммофункции… Ну, все опираются на них. Ну, да. Ну, да-да-да. Вот. 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 Значит, я говорил, что S вокруг нуля, да, одно решение, одно функция, ну, самый первый вот этот реактор, оно выражается через две функции… Две функции… Две функции… А, хороший способ. Две функции, которые сходятся к бесконечному. Ну, конечно, на бесконечном, но, в принципе, есть у них, как бы, общая единица. Ну, например, такую область… Где-то… Попробую перевести. Ага, ага. Вот. Имеет область, и область, и на контекстном процессе, S, это оба сквозь. И тогда имеет смысл сравнивать эти выражения. Вот. И мы получаем какой-то коэффициент. Все коэффициенты мы получили именно с помощью этого милинбаумса. Переброска. Довольно сложная работа. Но, тем не менее, это все-таки все… Е – это… Е какое-то, это я использую. Е степени 2p и лямбда. Ну, чтобы написать все время 2p и лямбда. Вот. И все, вот. Экспоненциальная функция выражается. Да. И у второй функции тоже… А, ну да, вот. Ага. Значит, я пишу, что такое вот y первой чертой с звездочкой. Это как раз… Как раз вот это, красное. Второе – это минус b. Это начинается. Минус b – это и вот. Это синий. Красный – синий. Вот. А черный – выражается красный – синий. А вот какой коэффициент? Это нужно знать. Это можно… Это можно вычислить конкретно. С помощью именно вот… Интегрированного представления лямбда. Вот это. Вот это все. Основное. Вычислить, в смысле, выразить через гамма-функцию. Да, да, да. Угу. Гамма-функции, да. Вот. Что что? Вот. А-а-а. Все, наконец. Замечуешь? Ага. 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 Значит… Ну, сначала вот… Вот это, да? Вот. Значит, красный… Терный… Февралет… Красный… Красный… Вот. И… А… Шу-шу-шу. И… Ну, конечно, можно выразить… Как это… Как… Там… Переход… Одного базиса… К другому… Базиса… Это… Это… Каждая из них базис… Там… Пространство решений. Пространство решений. Да. Все можно выразить… С помощью… Ну, как… Во виде… Оно… Матрицы… У которых… Как бы… Видно… Некоторые… Закономерность… Ку – это диагональная… А вот… Это… Только… Экспоненциальная функция… И это называется… Матрица связи. Матрица связи. Коррекшн матрикс. Вот. А что это дает? То есть… Значит… В нуле… Да? Вот… Как бы… Тут вот мы рассматриваем… Один базис… Который… Просто так был… А тут мы рассматриваем другой базис… Который хорошо… Ну… Он около бесконечности сидит. Да. Это… Окол бесконечности… И… На бесконечности… Как сами все ведут… Вполне понятно… Очень легко понять… Благодаря… Самому определению… Что ли… Где это… Да… Значит… Тут… Видите… Вот… Минус… Альфа… То есть… Есть степень… Минус… Альфа… И… Уморф на бесконечности… Да? Соответственно… Вот… Вот… Это… Чертой… Как всегда идет… Y… Первая… Сердце… Звездочка… На бесконечности… Сразу видно… Что… Вот… Это… Есть степень… Альфа… А это… Для этого тоже… Потому что… Минус… Это… Смотришь… Поэтому… Как бы… Здесь… Это… Вот… Я написал вот так… Значит… На бесконечности… Альфа… Вещественные что ли? Вещественные, да… В рационном… В этого… Вещественного… 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 В, что же рационного… Это… 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 А… М… Да… Ага… В... Вот это. Да, понятно. Вот это. Вот. Так, хорошо. Значит, на этом базисе очень легко выписывать Мородорумин. Просто так вот. Это булуморф, поэтому из Ницца. А это в степени там. А монодромия полупростая, да? Да. Ну, в данном случае, да. На самом деле, это не резонансное. В принципе, если альфа-бета равен, то вот, могло случиться так, что вот, да, да. Вердан отлично. В принципе, это можно делать, но не на гладности пока что. Вердан отлично. Вот. И теперь я получил что? Это глобальное монодромное представление. Глобальное монодромное представление. Потому что С – это матриц свет, которая связывает вот это и это. Вердан отлично. Вот. как получится? С… Значит так. Connection. Вот. На этом базе было вот это монодромное такое. Если рассматривать соображение, то получаем монодромное представление на этом базе. Соответственно, это глобальное. И поскольку это это функция или другими словами вот эта кривая или степень N которые имеют особенность 0,1 бесконечности, то тогда достаточно рассматривать монодромное представление именно 0,1 бесконечности. Если мы знаем все три матрицы, то мы получим монодромное представление для любой петли. Четвертая матрица – это обратная как произведение. Да, да, да. На самом деле и тут такое, что три точки, поэтому монодром вокруг 1 выражается через монодромное вокруг 0 бесконечности. То есть мы смотрим на ситуацию, когда S стремится к 1, да? Вот S стремится к 1, да. Когда вокруг 1 вокруг S ну да, вот. И вот обходит. Тогда вот это монодром и получит. На самом деле, то есть это как бы группа монодроми порождается тремя матрицами, ну, как бы, да? на V. На самом деле третья H единица это выражается через 0 бесконечности. То есть 2 матрицы достаточно. Да. Две матрицы, две матрицы, они, они такие, да? Поэтому, поэтому, как бы, ну да, все результаты, как бы, сводятся к тому, чтобы, ну, эти матрицы получать. Но самое трудное все-таки цель. Самое трудное будет смотреть светом. И это, как бы, для более общих случаев, как бы, водной водная часть. Вот. И теперь я прямо переходю к геометрической ситуации оливайской базе, которую я хочу изучать. Вот. Ну, значит, все, вот, как бы, я начну с того, что мы рассмотрим, как афинное образование. То есть, это, как бы, натория. Нет, экстра натория. Экстра натория, да? Вот. И, соответственно, эти, такие вот, коэффициенты, в общем-то, общие коэффициенты. Значит, у нас имеется какое-то семейство, да? Семейство А, зависит от А. Семейство, элементы семейства параметризуются параметрами А, да? Параметрами А, да. На n большое n, да, да. Мер натория. Да, да, да. И, как вот, значит, от x и xr. это и функции, две переменные, нет? Нет, xn умножить на это. x это n-1 переменная x, x1 на xn-1. x и xn это две переменные. Не, не, не. x это x1 x2 xn-1. n-1, да. А, то есть имеется n переменных, из которых последняя выделена. Последняя выделена, и мы рассматриваем эту функцию многочлена от n переменных. А, x степени альфа это маномы, да? Да, да, это маномы. x степени альфа это маномы от первых n-1 переменных. n-1 переменных. А это коэффициенты. А это коэффициенты, да. А это коэффициенты. А это коэффициенты. А играет роль как вот s. Понятно. Да. То есть такое семейство алгебраических многограммств. Многограммств, да, да. Да, да. И предположим, что у некоторых вот выпекло оболочки этого норана содержит ноль. То есть это как бы норана и нет такой функции. Ноль это тот маном, который а1. А1, да, да. Вот это поиск а1. Да, поиск а1. И там xn, соответственно, это как бы на самом деле мы даже рассмотрим это xn, xn, n степень какой-то, да? а1. вот это сзади вот там степень, в которой это а1, они n не станут мерными. Целочисленные вектора и в общем-то а1 вот а1 это и и и и и дельта f и и xn умножено, поэтому только лежит данность плоскости. О, ситуация такая, да? Да, и дельта чертой f по f это как раз вот вот все и и то есть это n мерное. 1 везде 1 стоит, потому что это xn умножить и плюс 1. То есть это то же самое, что и рассматривать множество броника Ньютона вот этого такого полинома x1 и важный рой то есть можно ассоциировать этому объекту полиному n это количество переменных на n это количество тиленов. Количество переменных на n переменных тиленов количество тиленов это и размерность деформации. Мы получаем такое матриц маленький n на n каждый состав стоит вот это можно сказать что это дельта f да и называется а а а а а а а а если вот этот дельтин проживает как решетку вот это все а 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 в принципе да в принципе да например а 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 Ну, что я делаю тут? У нас было маленький n переменных и большой n член. И как-то с помощью… это как бы… большое n – это слишком много, если мы хотим реализировать это количество. Например, у нас был сначала один переменный, одно мем. Иногда такое возможно, даже в том случае, когда вот это n – первоначалки очень большие – за счет тела, за счет… …действия тора, потому что это мы рассматриваем все на… …на армейской торе, то есть все… …все на торе. И поэтому, как бы, каждый маленький x можно задействовать так эквариантно, можно рассматривать… …топологии…топологии вот армейской моногазы… …можно идти с помощью… …действий тора, которые в общем-то… …в том, что в нормальной форме… …вместо того, что иметь все вот это… …сомейство альфа 1, альфа 1, альфа n, большой n, …как-то уменьшить… …доскалки их нужно… …можно… …до… …ранга группы тела… …маленький d… …это n минус n… …это что такое… …н… …у нас было n… …можно быть, например… …это количество параметров… …минус количество переменных… …ну да… …это перескалирование переменных x… …можно уменьшить… …ну да… …так, чтобы альфа 1, альфа какой-то… …стали единицей… …да… …остороны как-то они… …болтают… …поэтому как-то они свободны… …не альфа, а… …а… 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 …следящий объект… …значит… …у нас была… …матрица А… …большой А… …большой А… …большой А, который… …значит… …это n на n… …наuw… … sher 같… …и… …ну… … …соответственно, существуют соотнущения. Соотнущение… …образует решетку. А решетка… …это, именно… …соотнущения И нет базы, то есть вершины, вершины, которые здесь, они как-то, конечно, n большой всегда больше, чем n маленький. То есть это то же самое, что d больше, чем 1. Соответственно, можно рассматривать такую решетку. А решетка имеет базис. И это называется проявление гений. Гений трансформ. И можно рассматривать, что получилось. Значит, это d. d это большой n минус n. Вот это большой n. Эту матрицу можно рассматривать так и сяк. То есть как это соотношение. Вот такие. С другой стороны, можно рассматривать, как это лежащее. Это срок, а можно как раз… Да, сроки – столбцы. Они столбцы, да. Т.е. Можно ассоциировать, исходя из этого, можно получить такой д на большой n. И тут… Да, ага, хорошо. И тут, к сожалению, приходится вводить такое вот обозначение. Т.е. между l, g, p. Вот это они, это же n. Среди них каждая жетая строка, имеется три вида компоненты. Компоненты, которые положительные, которые отрицательные, которые милевые. Для каждого жета приходится вводить. И это с помощью этого индексов. Да, тут я делаю, что… Т.е. конкретно я выписывал, что если за счет действия Тора, который действует на x, можно увидеть a. Так, чтобы они остались единицы, а тут остались все т.е. Вот. И вот это стоит, сколько? Вот тут d. Ну, конечно, там есть некоторая свобода выбора. Но тут вот этот переход от первоначальной вот этой деформации, параметры деформации a, к параметры деформации s, которыми есть d-демерной, выписывается с помощью именно вот этого превращения геля. Да. Именно B матрица. Вот. Ну, рассматриваем такой пример. Значит, это афинная часть и степень 3-2. Ну, это степень 3, если как нужно. Это степень 2, да? Ну, они как-то разделены. Поэтому на самом деле… Вы имеете ввиду, что тут есть переменные x1, x2 и по ним степень 3-2, да? Да. Есть переменные x3 и по ним степень 2. 2, да. И это можно вкладывать так, что после компакцификации мы получаем катер поверхность. Ну, 3, то есть переменные 3, 2… А это легко увидеть, что это катер? Ну, как бы… Она афинная, да? Ну, афинная и после компакцификации, компакцификации как-то видно. Ну, да. Это 3-4 степени. При нем это по x1, x2, по x3 второй степени. Да. А какой здесь дискриминант? Какая связь между S1 и S2? С1 и S2 я вам скажу. Да. Сейчас вот это потом будет. Я вам покажу конкретно. Вот. Матрица A выглядит так. Хорошо. Ну, это самое первое, да? Вот это. Второе это. А вот это вот. Вот эта часть. Это. Хорошо? Значит, у нас большой N6. Маленький N. Н3. Маленький N. Ну, 4. 7, да? Ну, x1, x2, x3, x4. Ну, 4, да? Ну, x1, x2, x3, x4. Да. Соответственно, 2. И поразов гель, этот гель выглядит так. Соотношение между этими векторами. Гель выглядит так. Ну, если рассматривать. Строка. Вот. Строка. 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 Нулевой компонент. Это пятый, шестой. Положительно. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Второй. То же самое делаем. То положительно именно здесь получится. Отрицательно здесь. Первый. Нулевой. Два, три, четыре. Да. И параметр, то есть это наша задача как бы сводится к изучению семейства, которые повыносили. Зависит от двух всего параметров гформации. При помощи этого матрицы геля. Вот видите? А1 степень 3, А1 степень 3, А2. Ну да, да. Двумерный. Это вот, как бы, шесть переменных. Мы, собственно, перешли к двумерным. Вот. И... Да. Вот. До этого было просто биометрии. Теперь перейдем к интегралу, периоду. Им как вычет, если хотите. Вычет вдоль... Ну, это гиперпоблезность, да? Вот это вот. И... И... На нем какой-то гомонологии есть. И вот, как бы, можно построить такое S1 растворение, так чтобы вот он не пересеклся с этим. Так что можно было взять вычет. Вот. Это труба читает такая. Сейчас. Значит... Значит, вот мы берем такое семейство торических многообразий. Да, да, да. Теперь в каждом этом многообразии мы берем цикл половинной размерности. Да, половинной размерности. Да, половинной размерности. Гоги написаны. Выкидываем. Выкидываем негрека и стора, да? Да, да, да. Да, да, да. И берем там границу вера. Да, да. То есть мы берем там что-то вроде эпсила на окрестность и берем ее границу. Да. Берем границу эпсила на окрестность. Это только граница вера. Да. Так. Хорошо. И тем самым получаем такое семейство исчезающих циклов, да? Да, да. Семейство исчезающих циклов. И по циклу этого семейства мы имеем вот такую, значит, сейчас. Выкид. Да. Это. Но это же, это же n форма, да? n-1 форма. На самом деле, xn был. Я понимаю, я пытаюсь понять, какая форма, что там за форма написана. n-1 форма. n-1. Почему она n-1? dx-то у нас это n форма? Нет. x на самом деле n-1. Ааа. xn. x это все, кроме последних. Ну да. Все у нас можно увидеть. Да, да, да. Все. n-1 форма. И мы берем там вычет веры, да? Да, да, да. И что мы про него утверждаем? Сейчас. Утверждаем следующее. Утверждаем следующее. Что это удовлетворяет в систему гигиерметрифункции 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 Капранова, которая состоит из двух частей. Угу. на два класса. На два класса. Среди них есть положительные и есть отрезки. Да, 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 да. Тут да, да, да. Угу. Там тоже, наверное, dpdap должно быть, а не dpdai. Что-что? Тут ap? Тут ap стоит, а справа, вправе, там стоит тоже ap. А, ap, да, 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 извините. А ap должно стоять, да? Да, ap. То есть отрицательный положительный степень. Что-то было отрицательное, lpdj было отрицательным, соответственно тоже положительный. А это, это, значит, как раз те образующие, которые дают Гренштейн. Да. В точности те образующие, которые дают гей. И функция фи, она является решением вот этого дифференциального уравнения. Система. А, система. Это система, да. Да, потому что система для каждой системы, для каждой образующей в этой решетке, да, у нас получается свою работа. Да, да. И более того, это галлономная система. То есть это галлономная. Галлономная, да. размерность решения, просто на свое решение в конечном мерке. Еще более того. Это выражается, если Горенштейн, то тогда это выражается через объем. Граника Ньютона, который мы видим здесь. А, размерность кедра. Да, да. А можно вернуться на предыдущий слайд? Верно ли, что… Верно ли, что кограница Лере порождает среднюю гуманологию? Нет, среднюю гуманологию, и вот мы разрываем, получаем вот это объем легче в пространстве. Нет, это я понимаю… И потом назад можно добавить? Нет, верно ли, что Hn-1 одномерно? Нет, неверно. Это просто какой-то конкретный цикл. Да, хорошо, понятно. Вот. И теперь, значит, это было на А. Примерный А. А мы, как это было, слили ситуацию к демерному, аморизации действия, то мы ищем размерность… просто настрой деформации. Вместо A отвода N, большой N, вход. Можно свести к этому, эквариентному. Да, вот. И там есть только S. Переменных там только D. Переменных, соответственно, можно такой аналогичный, абсолютно аналогичный вот этот видет можно рассматривать и вот спросить, что будет, что за вот эта функция от S, вместо A. То есть мы вместо… вместо К-границы… Нет, это тоже К-границы. А, это тоже К-границы. То же самое, да. Только вот это… То есть мы вместо F большое здесь берем F маленький. Лишь маленький, да, да. Вот это, вот это. Да. Который уже не в параметрах H, а в параметрах S. Существует меньше. Ну, вот это К-границы, шесть переменных, да, вот из Сусвирика… Вы заменяли их в параметрах. Ну да. И Вы обещали сказать, как выглядит дискриминация. Да, да. Сейчас я Вам скажу. И теперь, значит, мой подход к изучению… Аналитическое продолжение я хочу изучать. Как, если пробегает с дни дискриминации множества, а какой вот… Как мы будем совместить на углу, углу, углу. Для этого я использовал вот это… Мерин-барн. Это аналогично тому, что было рассказано в действии непеременных квалификаций. Да. Но только вот этот переменный, союзчиво переменных… Оно переменное, а тут D переменный. Да. И тут все… Конечно, тут большой скачок есть, но… Как бы… Этот интеграл имеет… Любой даже гамма, любой гамма имеет такое представление с помощью гамма-факторов. Гамма-функции… Сейчас, сейчас. А дискриминат не зависит от того, какой… Не-не-не, да-да-да-да. Дискриминат для всех. То есть, тут есть гамма-фактор. Но, конечно, они разные. Чем отличаются? От какой-то… Какой-то фактор, который… Такой… Как бы… Переводительный… Переводительный… Некогда… Мероморфная функция, которая умножается… В зависимости от… Выбор… Маленький гамма. То есть, как вот здесь мы переходим к… От… Изучения… Конкретных циклов… Да? К… Интеграмам представления. Да. То есть, это тоже… Здесь… Вместо того, чтобы… Как бы… Тупологи изучали… Такой, так, такой… А вот… Я предлагаю какую-то универсальную такую формулу. И так, чтобы все… Вот эта индивидуальность… Как бы… Сосредствовалась именно здесь. В этом факторе. Вот. И… Извинутая… Но это, в принципе, там… За счет какой-то… То есть, это оператор какой-то… Здесь можно… Вот более… Такой… Универсальный такой… Вот. А теперь… Сейчас… Да. Сейчас я… Прихожу к… Описанию тупологии… Тупологии… Этого самого… Дополнения… Использую… Такой… …конструкция… Вторичный… Улиток… Приложенный… В… В… … В… 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 В... В… В.. В… 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 Там раз… tie.. Мы его разбиваем на тетраэдер. Ну да, да, да. Ну, надуваем это как бы. Мы выводим один, два, два. Называем, да? А сейчас, у регулярной реагуляции вершины тетраэдеров должны лежать в вершинах многогранника? Или просто в целом? Не, не везетельный. Внутри тоже можно лежать. Так что в функции можно построить такой вот вовн выпуклой функции так, чтобы эта крышка покрывалась. Вот, и сейчас это такая вот целая... Да, вот, я хочу, значит, в дальнейшем я буду подключать это финансистическое продолжение этой функции под s, да? Вот, и, конечно, нужно собрать вычеты, чтобы выразить этот ряд, который сходится в какую-то область. Ну, сейчас уже несколько переменных, где переменных, соответственно, это как бы область сходимости выездила довольно сложно. Вот, и, да, вот, теперь вот это... Да, 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 да. Как это может быть? Как это может быть? Вот это. То есть дискоминансия имеет такой унифорнизации. Разволяет унифорнизации. Это унифорнизация. Да, 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 да. А что же это? Это какая-то? Шестая степень? Не знаю, это z на 3z плюс 2. Вот такой рациональный. Нет, но раз есть рациональная параметрилизация... А, да, понял, понял. Что это такое, да? А, да, да, да. А, да, да, да. Ага, понял, понял, да. Какой-то степень. Степень есть, да. А степень... Тут я бы вам показал только... Ну, броник Ньютона. Вот это. Ну, сейчас посчитаем. Ну, вы можете, да, да. То есть, это металовое исключение. Да, металовое исключение. Металовое исключение. Можно почитать. Ну, просто, что это такое, да. Ага. Но металовое исключение можно, как бы... Если это реально делать, то вот выводить так. Можно вернуть формулу? Угу. Ага. А было бы хорошо, что вот прям. И интересно. Ну... Да, иначе... Это на исключении вы знаете, да? Может быть, я прокомментирую, откуда это? Это на самом деле главный символ оператора, который занурирует эти интегралы. То есть можно получить где-то... А, да-да-да, вот здесь видно. Вот, здесь видно. Видно, что этот интеграл любой гаммы, у которого в общем-то периодичная функция, занурируется двумя дифферентными операторами. То есть это как бы S. Ну, это S1. Возьму 2 S50, S1, 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 S2, 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 S2. Получаем 3 S1 плюс 1 плюс 2 S2. Ну, и с тем, как оно... Соответственно, это как-то можно. Ну, так вот. Ну, так вот. В сравнении в разных сравнении и в разных сравнении. Это в такой комофункциях, если выражается, то этот интеграл удовлетворяет некий такой систем дифференцированных операций, в который вот входит в такой вот. Исходя из этого, вот этот вот... Гравильный информизатор я называю Холом Капрановым. Информизатор Холом Капрановым. Ну, как-то мы не договаривались с тихо, и по Саре, но как-то вот не знаю, как... Саре, но как-то... Саре. 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 Нет, я посчитал, я хочу нарисовать это troisième кривая. Какая же получилась? Что? Какая же получилась? В каком смысле такая? Ну, там была промодеризация ее. Да, правильно. Похоже, да? Правильно, правильно. Нет, не то что было. И вообще-то следующая моя задача заключается в том, чтобы считать дополнение для семян такого уровня. Но тут видите, что замечательным свойством обладает этот эксперимент. Если мы рассматриваем как бы... Чуть-чуть... Эту идею я хотел рекламировать. А, вот это, да? Угу. Если на третьей стекени берем Т1 в кубе. Т2 в квадрате. А потом мы получаем вот это накрытие переносбор. Что получим? Тогда у нас получается гиперповаривностный arrangement. Понятно, да? Arrangement получаем. Потому что... Равняем зимой становится, да. Ну да. Три раза вот это, три раза вот это кубический корень Т1 плюс два раза вот это квадратный корень равняет единице. Вот. Такая, в общем-то, гиперповаривностная система. Мы получаем шесть гиперповаривностей, которые, конечно, нет. Гиперповаривностная система как бы... Профессент. Извините мне. Ну вот это... Но в комплексном концентрении примерно довольно красиво, да? И вообще-то, говоря, вот эта наука... Самое трудное это как бы течение топологии, фундаментан-группы в вопросе дискриминанта. И я предлагаю сейчас... Ну, как мы видим специалисты перегнал... И теперь я там не знаю... Другим... 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 У нас Шалей... Лёня... А... Алексей Баслович... Баслович... Вот. Вот. Кто? Баслович... Дуэпилинга, да. Вот это... Дуэпилинга? Нет, это... Михаил Лёня. Михаил Лёня. Байрольц. Другим... Ну, я там не активно на работу и вместе... Ну, вообще специалист по... А... Там... Финалингом группы дополнительные продвижения. Ну, я... Ну, я... И... И... Это, вы то, что считаете, это очень сложно, как это, да. Вот все люди так поступают. Ну, что-то, что-то. И вот такая наука уже давно. А вот я предлагаю, что вместо того, чтобы как это вводить с этим... Результаты. Да, да, да. Вместо этого, как вы видите, финансимметрия, которая присутствует в этом дивизоре. На самом деле это дивизор любого. То есть это был кадр поверхности. На два, два, три. Но вообще целый, ребят, целый все, вот, как Калакьяо, которое накопее какое-то произведение проектированного пространства, везде и нет, везде и нет, обладает этим существом. Так что, не знаю, как вы, в Москве, может быть, наверное. И, значит, какие задачи здесь ставятся? Еще разок вы можете... Да, вот. Значит, это дискриминант. Дискриминант может быть... Например, вот... Мне нужно обойти... Мне нужно обойти вот этот дискриминант, да? Вот так, чтобы умудруешься. Первая очередь нужно обойти вот в нормальном группе. Или, я бы сказал, группой. То есть я предлагаю это группой. То есть вместо того, чтобы вот это такое пятью рассматривать, вот это и это отдельно. И как они... Ну, в конечном счете, получить описание нормального группа. И представление нормального группа. Сейчас, ну, вас же интересует не сам Альфон, это битальная группа, а преобразование в монодроме каких-то решений. Да, да, да. Ну, это представление. Представление, да. Представление, представление конкретных пикфильм. И, ну ладно, сейчас уже закончим сегодня. Вот, слишком долго будет. В вашем-то не удалось. У нас дается некоторые случаи, действительно, это... Представляете ли, хорошо, вот это такое двумерное, то есть двумерное... Ну, довольно просто, да, вот эти скременты. Обойтись и вот... Обойтись и обойду, тогда вот период интеграции введет в себя, ну, Монодоруме описывается с помощью умножения класса Тонда на какой-то такой базис, которой выражаются те же лямбда. Это кольцо в Сан-Би-Райсер. А вот сегодня, как мы слышим, как мы слышим, как мы слышим, как мы слышим. Такая... Довольно намерная. У меня есть описание. Но... Но кольцо в Сан-Би-Райсер не расстроится, поэтому... Да, 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 да. То есть лямбда это формально, это же тут... Формально это же, ну, типа такого, да, то есть это как бы лямбда входит, поэтому бесконечно там можно, но там обрываем за счет этой связи, там санжирается, поэтому... Когда вы говорите про представление фундаментальной группы дополнения к дискриминанту, это же фундаментальная группа, это просто Z, да? Или... Нет. Или дискриминанта разложима? Какой-то там слабое? Нет, а польза Z? Нет. Да? Как это может быть, если... У нас есть неприводимая гиперповерхность, да? Как? Что вы говорите? У нас есть гиперповерхность пространства. Да, да, да. Неужели фундаментальная группа ДПР, это же афинное все? Нет, это то же самое, что Вы считали, вот на дополнительных этих ДМВ, почему это Z? Это не Z? А, нет, нет, еще A, еще вот, нет, правильно, еще кардинальная ОС. Что еще? Кардинальная ОС. Есть 1-0, есть 2-0, а еще кардинальная ОС. Это из-за того, что в ТОНЕ? Да, да, в ТОНЕ. Поэтому все усложняется. Да, в ТОНЕ больше. Понятно, да. Понятно, в чем сложность. Да, да, да. И в каких ситуациях Вы надеетесь это посчитать? Значит, это типа такое, в общем-то это в Морском Азербайджану. Ну, когда действительно эта переменная, как бы, да, сводится к онумерному параметру. То есть D равняется единице. То есть N минус N равняется единице. Ну, тогда это все очень просто. Накружка с нескольких точек, по какой той точке, и, соответственно, с помощью вот такого изображения. Вот. И... Другие случаи как-то... именно вот то, что... Вы посчитали вот это. Горомка. Которое... Другого рода. То есть это... Накрытие... Накрытие превышается... Накрытие превышается... Накрытие превышается... Накрытие превышается... И вот это. Дальше. Вот это. Вот, это Сунчай Яв, поселенно, как я говорю, он изучает, да, он мне, ну, вместе с коллегами. А вот еще у меня такой вопрос. Там в заголовке доклада еще фигурировала зеркальная симметрия и колабия. Вот мы недавно слушали всякие доклады Леши Басалаева на эту тему и Усен Заде, и там, значит, у них рассматривались случаи этих обратимых особенностей, когда n большой равняется n маленькой, и еще дополнительные какое-то условие на колабе Яв, для которых почему-то что-то было хорошее. Вот в этом смысле эти условия здесь как-то выделяются? Ну, Горенштейна вот это, то есть это, сейчас нам покажу, да. А, во-во-во-во-во, рефлексивный Горенштейн. То есть это конус, то есть это конус, то есть это конус, а вот если брать полярное двойцы, полярное двойцы определят это так. Бета, то есть альфа много один ньютон, да, так и бета такое, что вот в втором произведении минус не больше минус единицы. Вот, для этого мы со временем Батрева, вот, когда мы пощепоко используем. Вот как раз, ну, если, ну, так, чтобы это тоже стало целотисленным, конечно, большое условие, да, какое-то, это есть рефлексивный Горенштейн. То тогда мы можем построить, построить, по-не-моему, как обнял. Вот. И все, вот, это сам Рейснер, вот, это все, как бы, оттуда вытекает. Так что это, такое условие, в общем-то, да. Я написал, папаш. Угу. Если это свойство конуса. Хорошо. Ну, может, это синтетическая наука. И сегодня я не успел рассказать, сколько там, ну, да, в общем-то получилось, потому что… Но зато мы кое-что поняли. Ну, ну, да. Было, было, было. Такой приятный бесед, взаимный. Ага. Ага. Продолжение следует...